МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замыкая весну, отмыкая лето. Стражитный брат в Адженне и похование Стралы сегодня провели в Ветковском районе. Машкара атакуя, насекомых станет меньше только у Червени. Портрет Кахана и гамильчанин выкла у малюнок хвоевыми шишками под в окнами городской больницы. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Сегодня у Гомеля прошло суместное посаджение коллегий и следших комитета у Армении, Беларуси и России. Удельники обмерковали шляхи оптимизации криминального законодавства и пытаний взаимодействия территориальных следствий подразделений. Подробязности у наших корреспондентов. Суместное посаджение коллегий следствий комитета у Армении, Беларуси и России у Гомеля – третье по лику. У Красавику минулого года у Петербурга обмерковали пытание правовой допомоги громадянам трех краин. У Кастрышнику у Ереване звернулись до тематики взаимодействия территориальных подразделений и попереджение злочинства у сферы информационных технологий. Мы с удовлетворением отмечаем, что в эпоху глобализации и различного рода разъединительных процессов, различных обществ, общественных формирований, следственные комитеты наших дружеских стран находят возможность как раз процессов объединительных. Наша сила именно в единстве, в том, что мы выступаем единым кулаком в борьбе с преступностью, в первую очередь с транснациональной, с международной преступностью. Посаджение коллегий следствий комитета у Армении, Беларуси и России у Гомеля протягивалась боль запланованного часу. Потом у дельники означать, обмерковывались выклюшно практичные пытания. От створения суместных оператив на следствий групп до выкористания усими боками интернет-могчимостью при проведении следствий мероприемств. У приватности разговора идти об отримании информации в выпадках, когда представники правооховных органов и сведки криминальных падений находятся у разных краинах. С этой пропоновой погаджаются все, а ли россияне выказывают одну завагу. Необходно максимально полно гарантовать для таких каналов безопасность от умешательства. Будем обязательно прорабатывать, вращаться в Госдуму, в Совет Федерации к их консультантам. Но действительно, поскольку у нас правовое сотрудничество, проблема в том, чтобы нас услышали законодатели в Российской Федерации, Республике Армения. И мы будем сделать все, чтобы это произошло, чтобы о нас поняли, услышали и доказывать, убеждать. Суместное посержение коллеги Следствий Комитета у Армении, Беларуси и России завершается подписанием выниковых документов. Трехбаковыми, або доскональвание деятельности органов попереднего расследования, и двубаковыми, які отыщаются розных накерунков супрацовництва. После завершения этой процедуры у дельники Сустреча отзначать, при створении Следствий Комитета у інших краинах формат Сустреч может быть поширен. Мы привлекаем к нашей работе других государств, других органов, следственных органов других государств, но только можем мы провести такое совещание, то есть коллеги, только с теми, которые действительно имеют следственные органы в таком же формате, что и в Армении, и в Беларуси, и в России. Коллегия прошла на очень высоком уровне, и в первую очередь в связи с этим я хотел бы высказать слова искренней благодарности местной исполнительной власти, и в особенности лично губернатору Гомельской области Владимиру Андреевичу Дворнику за тот неоценимый вклад во взаимоотношения со всем проходительным блоком в области, ну и за организацию этой коллегии. Колькость заявок на уделу Гомельским экономичным форуме за тыдень повеличилася на сотню до 250. Их прислали с 24 краин. Прикладно-полова удельников – замежные гости. На форум приедут бизнесмены и эксперты с краины СНД и Европы, а так само с Китая. Кончатковый лик станет вядом и после 18 мая. Форум пройдет 25 мая. Организаторы готовы пропоновать больше за сотню инвестиционных проектов. Традиционно удел принимают керавники у Рада, Министерства и ведомства у Беларуси. На форуме осветляется инвестиционный и деловый потенциал в области у агропромысловым и будовничных комплексах, жилево-коммунальные господарцы и энергетики, гандли, логистицы и туризме. Жахароу Гомельщины – такое мошкарам, причем у некоторых и выпадках ее напады завершаются с воротом потерпелых во установе Аховы Здоровья и навод шпитализацией. Як минимизовать наступство укусов и коли мошкары станет меньше? Отказанных этой опытанней шукал Олег Синцерову. Сколько ей зараз мошкары тысячи, миллионы, миллиарды вырабатываться на улице практически немогчима. Даже, как свяжать ученые, мошкары нема только у Антарктиды и некоторых районах пустыни Сахаро. В неприемности утворяют выключено самки. Для самцов мошкары основный корм, нектар и рослинный сок. В этом году для гнуса устраивались и великие сприятные умовы. На биологическом факультете Ломенского хозяйства университета кажут, что мошкара будет заставаться проблемой еще кля месяца и подкресливают. У особенных годов ее было наоборот больше, чем селитам. Это так называемая группа кровососущего гнуса, у которых личинки развиваются в воде. Водные личинки. Поэтому при большом паводке, который наблюдается в этом году, соответственно, и большой приплод, и массовый вылет мошек происходят из личинок и куколок. Кроме того, основной кормовой объект для мошек – это пыльца сосны и прочих хвойных пород. Поэтому в период пыления голосеменных сосна, ель и прочее наблюдается тоже массовое увеличение количества мошек. Божь за все мошкары, каля водоемов, где размещена значная частка садоводницких кооперативов, а ле сустракается на усюды. Божь за инших, а то кусу упакуютуюсь на пыльные дети, медики раюць выкрыстовыць репелленты, а ле при гэтым улечуць макчимыць аллергичных реакций. У гэтым годе мошкара заявилась навыц на футбольном поле в Оминской городской спортивной дитячей юнацкой школы Олимпийского резерва номер 8. Глядачам знаходится на трибунах достатково складана, что-то за самих спортсменов, то яны увагу на такую неприемность имкнуться, не звертать. Мошек, конечно, очень много, но все-таки хочется хорошо потренироваться, поэтому это не мешает. Глядится, что первые мошки заявились в Уюрский период, когда 200 миллионов годов тому яны заявляются кормом для десятков видов птушек, а они и сами здесняются напады на птушек и живет. Практично не покутаются от них только коты и собаки. Что за человека, то тут все залежит от иммунной системы, у некоторых на собственные укусы обмежуются свербением скуры, иншие вымышлены завертаться в установках о здоровье. У Гомеля потерпелых принимают в аллергологичном отделении областной туберкулезной больницы. Реакция самая частая, это местное раздражение, это не аллергическая реакция, это за счет яда. У некоторых больных, вот сейчас у нас поступали некоторые, шанка сегодня не могу вам показать, потому что они живо вписываются, что даже есть гематомы подкожные от яда, как и обыкновенный яд любого, не только насекомого. Возникает местное действие яда. Оно выражается и зудом, и воспалением, и вот даже может быть подкожной гематомой. Сирот основных парад медиков на этот период. Примывание местных укусов чистой водой и антисептиком, охладение скурой ледом и выкористание репеллентов. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Весна соступила месяца лету. Сегодня в вёсках Сталбун и казацкие болсуны Ветковского района провели обратно ваджение и похование стралы. Гэта традиция узыходит своими коронями до паганства. Мэта – 200 от вёски бяду и попросить у Бога доброго ураджаю. Максим Савин водил и хавау стралу разом с жихарами вёски казацкие болсуны. Обрат ваджение и похование стралы проводят у вёсцы казацкие болсуны на святое узнесение Господняга. Кали гэта традиция заявилась, а никто уже не памятая. Вядомо одно – вязковцы что год сбирались у центры вёски, водили карагоды и спевали обрадовые песни. Не перешкодила гэтаму навод великая айчинная война. Правда, ранее мероприемство гэта было больше массовым. Насельнство вёски с тых часов значно скоротилося. Обрат зараз мая статус гисторико-культурной каштоуности. Паглядеть, приезжают гости навод замежа. Для мясцовых же хоров аджение и похование стралы – некостюмированное представление, а нечто на шмат большее. Наш обряд тянется с предвеку веку. Наши бабы это делали, наши матери это делали. И мы теперь продолжаем это всё. Получаем не то удовольствие, не то радость, надо нам уйти, надо это делать. Вот такое внутреннее ощущение. Вот это надо делать. Вот это приходим, и, кажется, вот и хорошо, что мы это сделали. Всё начинается у центра вёски. Жихары водят и спевают в яснянки. Затым усе разом идут в житние поля. По дороге спевы протягиваются. На ускрайку поля детей рассадживают на землю три группы, як символ жита. Жанчиново, коли хводят карагод, так званный кривый танок. Потом подбягают, подкидают малых у гору и приговоривают, чоя каша подгорела. Это повинно соединять рост нового урожаю. Затым отбывается кульминация браду похования стралы. Страла символизует маланку. Закопывают, что у земли три колоски жита, люди просят у Бога, как стихия не нанесла шкоды. При этом у земли закопаются разные дроби. Зигузики, эти, например, монеты. И загадывают жадание. При этом люди верят, что и оно обоязково сбудется. Когда закапываешь что-то и загадываешь желание, ховаешь стрелу, то оно сбывается. На своем личном опыте могу сказать, что это да, это сбывается. Как-то хотела, чтоб моя дочь поступила, она поступила. Потом я как-то загадала, даст Бог мне, чтобы внука. И у меня появился внуч. Покачаться по житию – еще один обовязковый ритуал. Это, чтобы быть здоровым весь наступный год. С поля вертается уже с летними песнями. А брат похования и ваджения стрелы зацвержает измену пор года. Максим Савин, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель» Зветковского района. Увесь тиждень на Гомельщине проходят мероприемства и промеркованные до Международного дня семьи. На прикладу, Гомельским державным медицинским университете в першине уладили республиканский конкурс «Моя студентская семья». Уликуя его организатора – убы областный комитет профсоюза у работников Аховы здоровья. Спочатку, будучи урачи из усих высшейших научальных установ Беларуси, змагалися за право трапить у финал у своих университетах. У вынику на Гомельской сцене своя переможная номера демонстровали три семьи. Одна со столицы – две с нашего университета. По выниках усих конкурсных номеров, перемога досталась шастикурсникам – Эдуарду и Галине Касьяновым. Их семьи – три годы. Приехали вучиться у Гомель з Минска. Зараз рыхтуются пара з меркованні працаваць у Барысове. Эдуард – у родильный дом, Галина – офтальмологам у поликлинику. Потримливать молодые студентские семьи работа удячная и необходная. Коли юнаки и девчаты будут сочувать, что им допомогут и пойдут на сустрич, и працаваць им потом будет на шмат лягчей. Сегодня профсоюзная организация должна поддерживать эту ячейку, ячейку общества, в которой зарождается все. Мы считаем, что семья является основой развития всего человечества, и личности в отдельности, и в целом. Шмадетные опякунские приемные семьи и семьи, которые выховывают детей-инвалидов, напередодни запросили на святочный концерт. В рамках проекта «Моя семья» у холи ГЦК была организована творчая зона, где все жадающие могли намалевать оловками своих родных. Запрошенные клоуны забавляли детей и дорослых музычными конкурсами. На суд присутных так само представили выставу творчих работ наведывальников кружков и клубов Центров социального обслуговывания. У протяг свято отбылся концерт. На им узнагородили самые творчие шмадетные семьи Гомеля. У подтверждения гонорового статуса дети и дорослые представили свои выканавшие сдольности. На сцену нередко выходили целыми семьями. Семья – это то место, где тебя любят, там, где ты можешь всегда поговорить о своих проблемах. Семья – это самая крепкая основа, это муж и дети. Муж и жена – это одно целое, это пазл, который складывается. А дети – это продолжение рода. Это и работа, и дети, и жена. Ну и, конечно, от семьи идет наша родина. У Гомеля масштабно отзначит ночь музеев. До международной акции долучатся 26 музейных установ региона. Завтра музей истории Гомеля познайомить гостей с вуличной городской культурой. А картинная галерея Гаурила Вашченки проведет киновечер. Филиал ветковского музея темой этого дня обрал танцы. Гомельский областный музей военной славы проведет доброчинное мероприемство под назвой «Заховальники памяти». У палаца Румянцевых и Паскевича у ночь музеев проведутся субботу 19 мая. Наведвальника очекает программа под назвой «Не только классика». Гости смогут и знайомиться с выставами, стать удельниками мастер-класса о памоде минулых эпох и парада карнавала. Завершить вечер святочный фейерверк. Под вокнами Гомельской городской больницы номер 3 з'явился авиализный портрет дзяучины. По информации Гомельских ведомостей, малюнок хвайовыми шишками выклау пациент. Поведомляется, что молодый человек працавау над увасаблением своей идеи два дни. На думку видовожца, таким незвычайным чином хлопец творил портрет своей каханой. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.cvrgomel.by. Далее эфиры де-факто и спортивные огляды. Я с вами развествуюсь. Усяго доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрильев. Здравствуйте. Сегодня в цеху фосфорной кислоты номер один на химзаводе произошел выброс дыма. Как выяснилось позже, на предприятии случился технический инцидент. Во время сварочных работ в изолированном металлическом аппарате искра попала на остатки гумировочного слоя. Возгорание было ликвидировано силами заводского газоспасательного отряда. Никто не пострадал. Сразу две поножовщины за одну ночь. В Мозере ревнивый молодой человек решил разобраться с новым бойфрендом своей бывшей пассии. Отелло заглянул в гости к возлюбленной без предупреждения и с ножом в кармане. Удержать дебошера не смогли даже трое друзей соперника. Применить оружие ревницу все-таки удалось. Раненым с поля боя увезли нового бойфренда девушки. В больнице медики сказали, что молодой человек родился в рубашке. Нож угодил в ребро, не повредив внутренние органы. В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что данное телесное повреждение указанному мужчине причинил житель города Наровля 1993 года рождения в результате удара ножом. В отношении указанного гражданина в настоящее время возбуждено уголовное дело. По признакам статьи 147, часть 1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. По ножовщине в Мозере также закончились квартирные посиделки гражданских супругов и их соседа. За распитием спиртного друг начал учить главу семейства правильному обращению с женой. Мужчина разозлился и, недолго думая, взялся за нож. Раненый сосед выбежал на лестничную площадку, где самостоятельно вызвал скорую помощь. По данному факту Мозовским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 ВК Республики Беларусь умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Санкции, которые максимальное наказание предусматривают в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Завтра на территории Гомельской области завершается действие весеннего запрета на лов рыб. За два прошедших месяца следственными подразделениями области возбуждено 26 уголовных дел о незаконной добыче рыбы. 8 из них в отношении граждан, которые ранее уже привлекались. Все эти случаи довольно поучительные. К примеру, за две рыбки, пойманные сетью, на нерадиового рыбака завели уголовное дело. Все потому, что мужчина не сделал должных выводов из прошлогоднего административного наказания за подобные действия во время весеннего запрета. Год лишения свободы и штраф в размере более 2000 белорусских рублей получил житель деревни Скрыгало в связи с тем, что приступил закон в период своего испытательного срока. Ответственность за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере, понесли два товарища. Вместе они при помощи сетей незаконно добыли около 50 особей рыбы, за что выплатили штраф в размере 495 базовых величин. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В группе А чемпионата Беларуси по гандболу среди мужских команд состоялись очередные поединки. БГК имени Мешкова в Могилеве крупно обыграл местную команду «Машека-2049». Гандбольный клуб «Гомель» на выезде встречался со столичным СКА и сумел навязать борьбу сопернику. Первый тайм остался за подопечными Сергея Цыганкова. С первых минут гомельчане вели в счете. Преимущество гостей доходило до четырех мячей. Однако армейцы смогли к сирене на перерыв сократить свое оставание до минимума – 14-15. На второй тайм у Гомеля сил уже не хватило. У Сергея Цыганкова, в отличие от Игоря Попруги, вариантов для ротации состава немного. Как итог, минчане дожали соперника 35-30. 15 точных бросков составе Гомеля на счету Богдана Сергеля. Завтра в Минске и Орше состоятся вторые поединки полуфинальных серий чемпионата Беларуси по мини-футболу. Отступать хозяевам некуда. Столица в первом матче в серии пенальти уступила Литсельмашу на его поле. Виттен в гостях был бит гомельским БРЗ. Полуфинальные серии для ЦД двух побед одной из команд. Так что если минчане и энергетики хотят продолжить борьбу за золотые медали чемпионата, им необходимо обязательно побеждать. В Гомеле состоялся открытый международный турнир по Эншин карате «Майский вызов». Участие в традиционном состязании приняли 190 юных спортсменов. Соревнования проходят уже в третий раз и с каждым годом, констатируют гости, турнир становится только лучше. Кроме белорусов на «Майский вызов» приехали спортсмены из России и Латвии. Всего же своих бойцов сражаться за медали выставили 13 команд. Турнир очень хороший, в этом году вообще шикарный зал. Действительно, ребята-организаторы постарались. Места есть, и с ребятами интересные, и призы хорошие, и соревнования проходят, и судьи грамотно судят. То есть, в принципе, на третий год действительно очень много исправлено, практически ошибок нет. В результате напряженных поединков первое место завоевали воспитанники гомельского клуба «Шиндо». На втором месте каратисты из Рогачева замкнули тройку сильнейших спортсмены из Могилева. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова